Приветствую всех вас. Я, Александр Артамонов, автор нескольких книг, хотел сообщить вам, что теперь мои произведения можно читать не только в бумажном, печатном виде, но и в электронном на платформе delip.ru. Буду рад. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И будем даже говорить не о том, что эти, опуская много эпитетов, эти сотворения Господни принесли на Русь, а скорее попробую рассказать, кто они такие вообще, откуда взялись, чем занимались, откуда они о нас, бедных, свалились. Вообще всякий раз, да, происходит некое событие, некое явление в истории, чем оно значимее, чем большее число людей задевает или их потомков, тем оно больше мифологизируется, фальсифицируется. Это понятно. Возьмите хотя бы недавнюю историю. И революции все, и обе мировые войны 20 века. Сколько самых невероятных сказок вокруг. Столько, что я боюсь уже долезть. Не буду этим заниматься. Тут миф на сказке сидит и преданиями погоняет. То же самое касается монгольского нашествия. Оно сыграло огромную роль в истории всей Евразии. И, конечно же, оно табуировано, мифологизировано, легензировано. Ну, как же без этого? Начнем с классического. Увы, приходится заниматься явными фальсификатами. Когда находятся люди, к которым хватает совести, рассказывать, такого ига вообще не было. И монголов не было. Ну, Александр Невский, то есть Батых, или, может, Ярослав Мудрый Батый. То есть не было никаких монголов, не было Золотой Орды. Ну, вернее, Орды. Слово «Золотая Орда» очень позднего происхождения. Вот о них всех не было. А на Киев напали монголи. Ну, есть такая версия. И даже была картинка в каком-то учебнике 30-х еще годов. Тогда Западная Украина была частью Польши, Личи Посполитой Второй. Матери руйнуют Киев. То есть, Киев разрушают, а вот 1100 какой-то год. Когда никак вообще речи быть не могло. То есть есть такая версия, пожалуйста, она существует, вы с ней можете столкнуться. Ну, и, конечно же, кроме этих очень интересных моментов, когда монголов вообще не было. Или монголы – это и есть Северо-Восточная Русь. Ну, Московское царство, если хотите, Московское княжество. Ну, кроме этих замечательных версий по силе, другие версии, ну, оценочные. Традиционно в российской историографии монголы были плохие. Понятно. Степняки для земледельца – это источник огромной опасности. Ни один земледельческий народ одобрительно не отзывался о кочевниках. Мы такие образованные стали, такие цивилизованные, потому что мы живем в техногенной цивилизации. В цивилизации, которая больше и сильнее любой аграрной, скотоводческой, земледельческой. Вольно нам оценивать по-другому. А если вы вспахали поле, и с него кушать будут ваши жена и дети, а набегают крымский татарин с арканами хребой саблей, и не только ваших детей с арканом на шее в рабство угонят, чтобы продать их на невольничьи рынки, а хлебушек ваш сопрет, и ваши дети у нас сдохнут с голоду, в этом случае вы не будете рассуждать толерантно и политкорректно о том, что цивилизация степняков имеет право на существование. Вы за неимением пулемета возьмете меч. И за неимением компьютера напишете все, что думаете, на бересте с телом или на бумаге чернилами и гусиным пером. И ласковых слов о кочевнике вы не напишете. Поскольку появилась теория евразийства, очень такая забавная теория, согласно которым и Русь вышла из монгольского улуса, как часть монгольской империи, монголы стали хорошими. Те, кто отрицает бытие монголов, рассказывают сказки, что всего 3-4 источника о монгольской империи есть. То есть источников-то нет, их придумали такие враги монголов. Ну, а Гумилёв и другие евразийцы говорили, да, все про монголов наврали, но, по крайней мере, не отрицали, что источников-то десятки, если не сотни, на 40 разных языках Европы и Азии. От Китая до Атлантического океана. Ну, собственно, не от Китая, от Монголии и Вьетнама до Атлантического океана. Монголы – это нечто отдельное, особое явление, потому что степные цивилизации сами по себе, цивилизации в Великой степи, они были всегда земледельческо-скотоводческими. Вот на этой картинке клочки баба, то есть старик, дед, который на Руси называют бабой, то есть как бы женское изображение. Ну, конечно, баба. Баба, посмотрите, у них и усы замечательные, и в шлеме человек. Лицо вроде чуть-чуть монголоидное, нет? Тюркское извоение, половецкое. Вот реконструкция почерепа Андрея Боголюбского, сына половецкой княжны. И согласно реконструкции, этим исследованием часто объявляют половцев частично монголоидными. Но дело совершенно не в расовой принадлежности. Вот давайте сразу оговорим. Первая раса здесь ни при чем. Вот изображенное изображение Чингисхана, сделанное в Китае в 14 веке. Чингисхан два столетия как помер. И какого милейшего монголоида изобразили китайцы. А во многих источников он был длиннолицым и зеленобородым. Европеоид. Хотя бы частично европеоид. Еще раз красным карандашом. Раса здесь ни при чем. Слово «татары» оказалось тесно слепленными с монголами и с огношествием. Ну, не случайно стоит в Казани памятник Льву Николаевичу Гумилеву с очень примечательной надписью русскому ученому, который всю жизнь защищал татар от клеветы. Я просто продолжу это благородное дело. Потому что ни один татарский этнос не заслуживает отождествления с монголами, а булгары, старый цивилизованный народ, не в Орской Булгарии, современной Болгарии, не так называемые поволжские татары, булгары реально, создавшие свою цивилизацию ничуть не хуже древнерусской. Тем более, не заслуживают быть отразделены с Ордой и с монголами. Вот опять же, в 17 веке в Китае так изобразили маму Чингисхана. Вот ее описывают в источнике Лумноликую. То есть смесь всех народов, всех рас присутствовала. Но татары это единственный тюркоязычный народ, находившийся в орбите монголоязычных народов на территории современной восточной Монголии. Более того, само слово Монголия фальсифицировано. В Китае есть понятие внутренняя Монголия. Три четверти исторической Монголии входят в внутреннюю Монголию. Это территории, занятые Китаем и постепенно присоединенные Китаем ассимилированные. Современная Монгольская Народная Республика примерно четвертая часть исторической Монголии. Одно племя татар, да, конечно, она большая, но Монголия еще больше. Не забудьте, что кочевнику нужно очень много земли. Огромное количество. И вот Гарин Михайловский, проезжая за Байкаль, говорит, откуда же появились, куда девались эти бесчисленные орды? Пустая степь. Здесь два момента. Во-первых, на Руси и в Китае тоже преувеличили численность степняков. десятки тысяч превратились в сотни тысяч, хорошо, вот не в миллионы. Числить монгольских армий, более поздних армий Орды много раз преувеличилось. И второй момент. Для европейца, для земледельца, потомка земледельцев, за Байкалье конца 19 века казалось пустым. Степь да степь кругом. Где люди-то? А где поля, засеянные пшеницей? А где стада? Их нет, пустая земля. Также англосаксы и французы в Америке на территории современных США говорили, пустая земля. Да, отвечали индейцы, это земля нашего племени. А почему же вы здесь не живете? Захотим, будем жить. Тут кукуруза стала плохо рождаться в пойме реки, выработали почву. Мы лет на 30 в другое место ушли, потом вернемся. Так же и здесь. При разном типе хозяйства нужно разное количество земли. Вот большая Монголия, да? Это огромная Монголия, бесплодная центральная азиатская степь. Совершенно не похожа на причерноморскую, даже на степь Западной Сибири. Она гораздо беднее, намного беднее, с гораздо более жестким климатом. Это степь могла кормить не такое уж громадное количество людей. И вот, вырезав поголовно тюркоязычных татар, классическое, сохраняли жизнь детям, которые были ниже тележной слеги, то есть лет до трех-четырех. Остальные героические монголы вместе с их мамами вырезали один из светлых подвигов, совершенных Тимуджином, он же Океанхан, Чингисхан. великим человеком, которого до сих пор некоторые люди всерьез считают великим завоевателем, государственным деятелем, строителем громадного государства и так далее. Но опять же, это изображение китайское и очень позднее. Про этих людей хорошо знали во всем мире, относились к ним по-разному. Я не буду рассказывать биографию Чингисхана, как он был рабом, бежал, подружился с человеком, потом стал самым страшным врагом. Простите, все это неинтересно. Ну, мне кажется, неинтересно. Из года в год, из поколения в поколение в этом родоплеменном обществе происходило одно и то же. Кто-то кого-то резал. Здесь старый злой анекдот 19 века. Проснулся, резал. Кофе попил, позавтракал, резал. Пообедал, водки выпил, опять резал. Вечер наступил, поужинал, резал. Скучно. Вот понимаете, мне скучно рассказывать, кто кого резал. А ничего, кроме резал, вы в жизни этих родов и племен простенькой борьбы за шкуры, за пазмич, за скот, порой за невест. То есть спереть женщину такой героический подвиг. Не будучи сторонником странной понятия равноправия, я не понимаю, что это такое. Не будучи его сторонником, тем не менее, похищение невесты для меня кажется большим преступлением сравним, ну, изнасилование сравнимо с убийством. В понимании моего народа, моей веры, моей цивилизации. Если дикари думают оначе, ну, с ними нужно поступать жестко, как делали злые колонизаторы. Например, русские колонизаторы, запретившие кровную месть. кое-где таких, знаете, места, которые опасно называть. Так вот, в Монголии шла-то простенькая борьба за пастбище и регионы влияния. И в конечном счете победил именно этот степной разбойник, Тимуджин, которого провозгласили океан ханом или вселенная ханом, переводят по-разному, то есть Чингисханом. Есть очень интересное и важное наблюдение Льва Николаевича Гумилева, принципиально важное. Чаще всего в европейской историографии считали, что монголы, ну, вообще все степняки, нападали на земледельцев в периоды неурожаев, в периоды, когда увлажнение степи уменьшалось, скот погибал, есть было нечего, и люди нападали на оседлых земледельцев. В тот случай, что я начал, вы посеяли хлеб, а степной дармоед приперся, чтобы его сожрать, который не пахал и не сеял, но по праву сильного понимающего считает, что имеет право на это. Как сказано в русских сказаниях, не уловивший белой лебедя, да кушает. А Лев Николаевич очень хорошо показал, что все наоборот. В периоды джута, бескормицы, суховеев, пониженного увлажнения степи, степняки приходили к земледельцам не как грозные воины, а как переселенцы, просившие буквально подаянием, есть было действительно нечего, а силы-то у них не было, чтобы бросить войска против земледельцев, агрессов. Нужны сытые воины и нужны сытые лошади. Одна из сказочек это о том, что монголы стреляли из луков, которые пробивали броню европейских рыцарей и кольчуги русских витязей, и что их лошади были такие могучие, что они легко могли смести рыцарскую кодницу. Степная лошадка жила на подножном корму круглый год. Уже много позже, в 17 веке, русские казаки на Енисеи как-то в декабре месяце, когда самые короткие дни, напали на местных кочевников, владельцев тогдашней Хакасии, кыргызов. Все были потрясены, потому что их лошади дохли с голоду, ну, часть доживет до весны, покушать свежие травки, можно будет на них ездить. А в декабре не ездят на лошадях. А казаки, ну, злобные, такие колонизаторы проклятые, понимаете, варвары, ломавшие традиционную жизнь, счастливую, чудесную у туземцев, они кормили ячменем и овсом, лошадей и зимой в стойлах у них конь стоял. И, соответственно, на него можно было ездить. Кстати, вес рыцарского коня или дружинного на Руси в среднем килограммов 800. Порода тяжеловозов прямо происходит рыцарский коней. Степная лошадка 250-300 килограммов. Лошадей быстро меняли, брали заводных коней. К седлу ремень, к одному коню, а то друг к третьему. Лошадей меняли, поэтому войско двигалось быстро. Если сталкивался конь дружинника и монгольская лошадка, лошадка Кубарем, то курком rast. Пи-и-и-и-и-и-и. Обратно домой в Забайкалье. Так, мимоходом будь сказано. Поэтому монгольская конница, а позже конница крымского ханства, не выдерживала прямого столкновения с конницей европейских народов. Казаки, в том числе казапорожские, они легко выиграли сражения с крымскими татарами. Хотя к XVI-XVII веку кое-чему татары крымские немножко, но научились. Правда, не стоило вам содержанию лошадей, но в Крыму тогда жило много армян, славян, греков. Они хоть как-то помогали ухаживать за скотиной. Это были же не совсем степные лошадки. Но, тем не менее, несколько сотен запорожцев не боялись нескольких тысяч врагов. В частности, поэтому из маленького лука седла, стреляя, не стреляя, и на скаку, во-первых, не попадешь. А если попадешь, лук маленький, недостаточно тугой, он не пробивает лад. И как в поганой песне «А если мы кого-нибудь догоним?» А мы догоним. Дальше будет плохо. Итак, нужны сытые воины и сытые лошади. Когда степь хорошо увлажнена, поднимаются степные кочевые империи. Степные империи – это очень интересное само по себе явление. Об этом довольно много писал Николай Крадзин, другие крупные ученые. Он писал больше о хунну и о тюрках. Степная империя возникает, да, в Великой степи, и она занимается тем, что в наше время смело назову рэкетом. Грубо говоря, землетельцам говорят, давай, давай, Дань, а иначе набежим. Появляется много сытых воинов и сытых коней. И монгольская рать может напасть на соседей. И действительно часто лучше откупиться. Потому что вы же прекрасно понимаете, на каждый унесенный с собой килограмм зерна или золота приходится 10 или 20 расточенных, уничтоженных килограмм. Выход грабежа всегда ничтожный. Уничтожается не просто больше, а во много раз больше, чем забирается. Грабительская система, она дает очень слабый товарный выход. Ну вот, основатель империи Юань Хубилай. Опять же, все изображения Чингисхана и более поздние, все его соратников, даже детей и внуков, как правило, более поздние. Повезло одному, и я расскажу, какому из них. Империя Юань, то есть монгольская империя в Китае. Сейчас китайцы рассматривают как некий этап жизни Китая. А это ведь неправда. Это эпоха, когда Китай был включен в монгольскую империю. А позже в часть монгольской империи. Вот Хубилай, один из монгольских князей, ставший основателем династии Юань. Рисунок китайский, 1280-й год. В какой-то точной степени условный. Будем считать, что Хубилаю тоже повезло. Изображение монгольской семьи 14-го, китайское изображение. А вот монгольских потом по изображению и правда нет. Ну, нету их. Тюрки иногда себя изображали. Но вот у меня полное впечатление, что тюрки вызывали страшное раздражение монгол. Монголы были менее культурными. Тюрки, правда, сыграли огромную и положительную роль в истории Евразии. Светноглазые, то есть европееподобные светлые глаза, сероглазые, голубоглазые, сыграли огромную роль в истории Китая уже при Мин, которая пришла на смену Юань. Знаменитый мореплаватель Джен Хэ был из них, из светноглазых. Ну, а монголы их, мягко говоря, не любили. И вырезав поголовно племя татар, они стали называть татарами всех тюрок, которые им подчинялись. Если вы помните на Русину, позже об этом буду говорить специально, они и говорили о том русским князьям, что вот такие копчаки, то есть половцы. Это наши рабы, наши конюхи. Чего они воображают-то себе? Чего же вы с конюхами, с быдлом заключаете договор, и дочек за них выдаёте? Их резать надо. Это несчастные, убогие люди. Поэтому слово «татарин», которое для монголов было чуть ли не ругательным, стало анонимом для множества народа, который между собой связан только одним – происхождением от тюрок. А на самом деле очень разные народы, имеющие между собой на самом деле мало общего. Вплоть до того, что лично я знаком был с одной казанской, поводской, татаркой, которая обиделась, она сказала, что вы же можете понимать, вы знаете язык современного азербайджанца. Не смейте меня оскорблять! Говорю, ну почему оскорблять? Яна, я ничего плохого не имел в виду. Просто вы, зная язык, можете им говорить, да вы что, у меня ничего с ними общего. Такой простенький национализм, но человек чётко сказал, не-е-е, мы не они. Я татарка, это совсем другая жизнь. То есть, действительно, очень разная по своему поведению, по стереотипам поведения слабых гумилёв, по привычкам. Даже язык у них немножко разный. Ну, мы вернёмся к монголам, времён империи Юань. Ну, вот, у Гадея появилось немножко больше. С ним связаны интересные вещи. И особенно эти джучи. Возник такой огромный улуз джучи. Почему огромный? Во-первых, потому что в него входили коренные монгольские земли, земли Центральной Азии. Такая прародина. И вот, к моему приятному удивлению, существует прижизненный портрет Хубилая. Написанный не кем, а не пальцем. Ну, индусам, если хотите. Вот здесь он похожий. И правда монголоидный. Похож на себя или не похожий? Я эти сами не могу решить. Это китайцы мои. На братьев похож? Не знаю, не могу сказать. Понимаете, условно портрета китайца, в 14 век, они настолько условные, что они на нас с вами могут похожи. Ну, а что, запросто нарисовать мне в том же стиле, и буду похожим. А Хубилай, дело в том, что похоже, что Хубилай был более культурным, более приличным, чем другие дети Чингисхана. Он даже читал книги. Старый кривоногий дикарь, то есть Чингисхан, подумал, что это вообще вредно. Ну, зачем читать книги, заниматься земледелием? А это люди слабеют. А люди сильными, жестокими, властными. Своего любимого внука, Батухана, я к нему отношусь с таким отвращением, что буду даже называть его вежливо, Батыгой Джучевичем, как его звали в нашем самом... Вот Батыгой Джучевичу Чингисхан, пёс по имени, кто по отчеству, он внушал. В чём счастье? В том, чтобы склонить голову врага под своё колено и слышать, как он стонет и плачет. Цель жизни и счастье в том, где кровь и слёзы. Ну, не всякий уголовник, рассказал бы в наше время, наше упачеческое время. Одна из сказок про Джучи. Якобы это его мавзолей, находящийся в Семенном Казахстане. Его раскопали в 1946 году, вот как он был в состоянии патероскопок. Понимаете, беда какая? Работа гораздо более поздняя. Джучи, вот так реставрировали в наше время, там никогда не лежал. Чингисхан был в одном очень предусмотрителен. Он скрыл свою могилу. И все последующие чингизиды должны были могилы прятать. Есть масса легенд. И о том, что стоит раскопать кость этого кривоногого дикаря, то уже начнутся войны и всевозможные несчастья. Ну, как ящик Пандора такой, да? И о том, что вместе захоронили тонны и десятки тонн золота. Скорее всего, это неправда. Судя по всему, Чингисхан золоту не придавал особого значения, и никогда не было жадным в современном понимании этого слова. Долго они передавались в любимые чашки для кумыса. Чашки были деревянные, обгляденные по краям. Ну, зачем великому диктатору владеть какими-то раритетными вещами или тем же золотом? Я могу привести массу примеров того, как очень властные люди, владевшие подчасти огромными империями, вели очень скромный образ жизни. Ну, а перед кем показываться-то? Смысла никого нет. Ну, вот, пример, в таком месте родился легендарный Тимуджин, который стал потом Чингисханом. Видите, какая замечательная степь, какая богатая, красивая. Сразу видно, забитают народы, которые смогли завоевать для себя красивую и богатую землю. А это место, где, возможно, находился город Каркарум. Столица Монгольской империи. Столица Монгольской империи была построена в очистой степи. В ней обитало в славное временное до 50 тысяч человек, пригнанных рабов, построивших роскошные дворцы. И здесь же стали юрты без всякого порядка. В другом городе, кто-то называл замечательное название, мне очень радует, Сарай. Какое красивое название, правда. Ну, я понимаю, что уже игра слов русского с татарским. Но когда город называется Сарай, я невольно начинаю улыбаться. Он находился на Волге, это столица Орды. Так вот, в этой столице Орды в двух кварталах была канализация. В русском и аланском, то есть осетинском. Две цивилизованных земледжайских наций поселяясь угнанные ремесленники, построили себе хотя бы сортиры. Такими проблемами монголы себя не утруждали. Зачем? Себя же большая. Поднял халат здесь же, испражнился, пошел дальше. А поскольку долго на одном месте не живешь, то не оказывает воздействие на место обитания. Ну, построив город Каракарума, они продолжали в том же духе. Это был замечательный, ароматный город, дивный такой, прямо посреди степи. Но самое главное, город, после того, как его, он перестал бы столица империи, это из-за империи монголов, он мгновенно захерел. Остатки этого города, уже руины, взяли штурм китайцы. А в конце XIV века, на чем, собственно, династия Юань и кончилась. Началась династия Амин, уже чисто китайская такая, даже националистическая немножко династия. Ну, вот в этом месте, тоже в бесплодной, видите, почти лишенной растительности сухой степи, стоял город Каракарум. С этого началось, этим и кончилось. Ну, это геоглиф в современном Улан-Баторе, где восхваляется Чингисхан. Это в Улане, в аэропорту Ан-Батора встречает вот такой памятник. Построен громадный мавзолей Чингисхана, таким абсолютно условным, конечно, памятник. И даже в Лондоне поставлен памятник Чингисхану. Где только ему памятники не стоят. Монета в 100 танге, в своем Казахстане. То есть память о Чингисхане все как бы поднимается на щит. Ну, вот те самые монгольские всадни, как видите, с луками далеко не огромными, не мощными. И с ней Рашидадзина. Рашидадзин, вообще-то, перс, если разобраться. Он человек цивилизованного народа, кто рисовал и описывал о том, что он видел, наблюдал, будучи переводчиком. Ну, гораздо более позднее иллюстрация 17-го столетия, где уже в Польше почти современные монголы выведены не самым лучшим образом. О нашествиях монгол, или Орды, вернее, на Польшу буду говорить это интересно в следующем занятии, говорить о Морде и Руси. Ну, Битроплеглегнице, в которой монголы как бы победили, но преследовать не смогли европейских рыцарей, не получилось. Ну, осада персидских городов. Ну, а это как бы, как в представлении Рашидадзина в 14-м веке уже провозглашение императором Чингисханом, не знаю, как его точнее назвать, Атимуджина. Ну, вот она, огромная империя, как ее изобразили сейчас на картах, в Википедии это все есть. С одной деталью. Понимаете, не все эти территории одновременно входили в монгольскую империю. Например, вот в Восточной Европе, даже и Руси, кстати, показана как часть монгольской империи, что не совсем правда. И даже, я бы сказал, совсем не правда. И, как видите, мы сейчас находимся на территории, даже современной территории Ленинграда, я же бы сам и к северу, от Петербурга, где район Онежского озера, тоже показана как часть монгольской империи. Ну, это, мягко выражаясь, не совсем так. Ну, Корея тоже, в общем-то, не была. Он часть монгольской империи, Ки-При-Амурье и Примурье. Это просто неверно. Ну, тем более, когда остров Хайнань и территория к югу от Китая, тоже монгольской империей не занимались. Это просто не так. Вот более точное изображение территории монгольской империи. Тем более, существовало тогда очень недолго. Возникнув в 1027 году, она развалилась уже в 50-е годы. Ну, вот, более реальное представление о границах, но и здесь они очень преувеличены. До современной Якутии прям простираются. Это ведь не так. В Забайкалье еще власть и в Прибайкалье монголов была. К северу от Байкала ее никогда не было. Вообще. Ну, изображение монгола. Игрушка на острове Ява. Остров Ява тоже пытались завоевать монгол. Они посылали свой завоевательный эксперимент на остров Ява и в Японию. Собственно, возникло самурайство как сословие, как был способ создать более многочисленную армию, чтобы можно было противостоять монголам. В истории вообще известно два потрясающих события, которые наводят на мысль о персте божьем. Это колоссальный ураган, разметавший великую армаду, испанскую, шедшую на Британию. И второе – это вот камикадзе, божественный ветер, разметавший два раза подряд эскадры, которые строились в Корее, и на которых монголы собирались напасть на Японию. Вот свиток о монгольском нашествии как раз изображают сражения японцев с теми монголами, которые все-таки сумели высадиться на берега Японии. Это уже другая территория. Монголы захватили и Персию, основали там династию. Ну, понимаете, с ними произошло то же самое, что с монгольской династией Юань. На протяжении двух-трех поколений они совершенно оперсиделись, даже в Китае окитаились мгновенно. И самые печальные, но даже более поздние моменты я буду рассказывать отдельно, пока просто показываю, куда шли на запад монголы. Начало их западных походов, когда они и до Руси добрались. В 1223 году монгольская империя еще существует как единое целое. Но самая печальная, пытался проговорить очень важную мысль, самая печальная судьба у тех монгол, которые окитаились или оперсились. Они уже не монголы, еще не персы. Персы справедливо считают монгольскую знать завоевателями и говорят, пошли вон отсюда. Монголы их не принимают, потому что они уже не монголы, они китайцы по бытовым привычкам, по составу семьи, потому что они едят и как одеваются. Ну, то же самое с Русью. Про Руси, про очень интересных людей, которые мгновенно русифицировались, могу сказать, долго. Ну, это то, что можно назвать Ордой. Улус Джучи. Огидей владел монгольскими, собственно, землями. Джучи получил очень своеобразное наследие. Ему предложено было завоевать все земли, которые в монгольскую империю еще не вошли. А кто из насечника с хана был убит? Вы не помните? Джучи, почему? Ну, попробуем о этом поговорить. А это очень интересный человек, изображен, лежащий во гробе Сущу. Петр, он же Даир, который сбежал из города Сарая, догнал епископа Кирилла и попросил его взять с собой в город Ростов, в большой и красивый город, о котором он так много слышал. Он навсегда остался на Руси, завел большую семью, был очень образованным человеком, ну, был сделан для распространения православия, в том числе и дотар. Это тоже судьба такого завоевателя в завоеванной стране. Просто дело в том, что степные империи всегда в технологическом отношении и в интеллектуальном отношении уступали тем, кого они завоевывали или тем, кого они грабили. Они превосходили в одном. Они могли собрать в единый кулак в периоды, увлажняя степи, сравнительно большое войско. Ну, и с его помощью могли осуществлять межгосударственный рэкет или завоевывать какую-то территорию, и объявлять территорию земледелецами-данниками. Это всегда было непрочно и недолго. А самые лучшие из них быстро ассимилировались. Мы на Руси это знаем очень хорошо. Боровский монастырь кто основал, вы не помните? Совершенно верно. В ходе обыска обнаружили списки ложи П-2. В списке оказалось немало влиятельных людей. Сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский и Сильвио Берлускони тоже фигурировали в списке. Из книги Диониса Копторя «Политика преисподней». Редактор субтитров А.Семкин